В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко-отладно. Ура каникулы! О том, как работают этим летом детские лагеря и каковы требования к работникам, смотрите через минуту. Больше урн, чище город. Специалисты УЖКХ проводят поэтапную работу по установке емкости для сбора мусора. Дела сердечные и сосудистые. Дагестанские кардиохирурги провели несколько видов уникальных сложных операций на сердце и сосудах. Более 280 миллионов рублей выделили в Дагестане на отдых 30 тысяч детей и подростков, принять которых были готовы около 111 пришкольных организаций и 29 загородных. Один из них – оздоровительный лагерь «Солнечный берег» – открыл свой первый поток в июне. Однако эпидемиологическая обстановка продиктовала новые требования к молодежному отдыху и досугу. Подробнее расскажет Илариана Шамхалаева. 188 детей заехали в лагерь, окруженный Ломоносовским парком. В период вспышки коронавируса учреждения заполнили только на 70%. Согласно новым правилам Роспотребнадзора, всему персоналу пришлось пройти вакцинацию. Дети теперь обязаны предоставить справку об эпидокружении, а родительские посещения пришлось отменить. Однако, по словам руководства, на качество детского отдыха это не повлияет. Прежде чем открыться лагерю, нам предстояла очень большая задача. В первую очередь это Роспотребнадзор по Республике Дагестан, без которого ни один лагерь не открывается, не дается разрешение на открытие оздоровительного центра. После открытия Министерства образования приезжают к нам во главе с начальником дополнительного образования, с Ларисой Петровной. В состав входит комиссия, которые проверяют готовность лагеря к принятию детей. И во время заезда детей они тоже имеют право приехать, посмотреть, как дети обустроены, увидеть, как они питаются, чем они занимаются, как они развиваются, наблюдать за их здоровьем. В этом году и побережье Каспия оказалось запретным для купания, но открытый бассейн с горками стал любимым местом игр и спортивных состязаний у детей. Он наполняется очень долго, очищается, это целая процедура. У нас закреплен человек, который ответственный за бассейн, ответственный за содержание веществ обеззараживающих. Через определенное время он обеззараживает воду, фильтра ее меняют. У нас очень хорошая система фильтрования воды и заменяем старую на новую воду. У нас настолько чистая вода, что ласточки ее пьют. Восемь отрядов лагеря круглые сутки под надзором не только вожатых воспитателей, но и сотрудников правоохранительных органов, а также медперсонала. Слугом за людьми, чтобы не дрались, не ругались. Вели себя хорошо, слушались вожатых, учителей своих. Мы дежурим врач, круглосуточная дежурная. Три медсестры сменяемся по полдня. И детям все время под контролем, какие мероприятия не будут. Мы все время с нашей аптечкой и спортивных, и плавательных мероприятиях. Дети под 100% контролем. А ночью даже я делаю обход. Ухоженная территория, жилые корпуса, игровая площадка, свежий воздух. Возможность завести друзей и освоить новые виды спорта. Правильное чередование труда и отдыха, пятиразовое питание. Все это, по словам работников лагеря, предоставляется бесплатно по путевкам. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей это действительно дорогой подарок. Практически каждый день у детей расписан с утра, прям до вечера. Родителям не стоит переживать и беспокоиться за детей. Они передают их в надежные руки. Каждый день у нас носит свое название. Вот сегодня у нас день творчества. И дети творят, изготавливают что-то своими руками. Многие дети уверены, что отдых в детском лагере может стать самым ярким воспоминанием лета. Мне здесь нравится все. Здесь есть мои друзья. Мы здесь занимаемся спортом. Всем. Мы купаемся в бассейне, тренируемся, отдыхаем. Мне в солнечном береге лагеря больше нравится бассейн и грэпплинг. Мне тут нравится грэпплинг и обед. Мне понравился очень сильно бассейн. Здесь очень хорошая столовая, очень хорошая вожатая. Мне нравится дискотека. Все очень сильно нравится. Мне нравится сам в солнечном береге с бассейном. Я тут не один раз, не второй раз. Мне нравятся тут дома. Конечно, мне нравятся тихие часы, на которых мы отдыхаем. Уже 3 июля лагерь запустит второй летний поток и примет более 200 ребятишек со всего Дагестана. Сотрудники надеются, что проведут мальчики и девочки эти 20 дней с пользой для ума и здоровья. Ларианна Шамхалаева, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Карабудахкенский район. Власти столицы вновь проверили пассажироперевозки по маршруту Махачкала-Ленинкент на качество предоставляемых услуг в час пик. В прошлом месяце Салман Дадаев вместе с коллегами проехал в общественном транспорте до поселка. В ходе поездки был выявлен и зафиксирован ряд нарушений. Компания обязалась устранить их, но мэру Махачкалы в социальных сетях продолжали поступать жалобы от горожан. Повторная проверка показала, что ситуация все еще неудовлетворительная. В ближайшее время будут приняты меры для разрешения ситуации, отмечают в администрации столицы. Более 13 миллионов рублей взыскано с нетрезвых водителей с начала этого года. Об этом сообщает служба судебных приставов по Дагестану. По данному направлению было окончено свыше 400 производств. Кроме того, по более 100 материалам на должников был наложен арест на имущество. За вождение в пьяном виде законодательство предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. В Махачкале обновляют урны. Специалисты у ЖКХ проводят поэтапную работу по установлению емкости для сбора мусора. Свыше 20 баков уже установлены на проспекте Расула Гамзатова и Сквере. Столько же на улице Яракского. Уже более сотни небольших урн размещено на тротуарах, близостановок, общественного транспорта и пешеходных зон. Отмечу, согласно изменениям в правилах благоустройства города, собственники торговых зданий должны устанавливать емкости для сбора мелких отходов на прилегающей территории. А в Казбековском районе начали восстанавливать популяцию фазанов. Общество охотников района совместно с его главой Гаджимурадом Мусаевым в райцентре Дылыма выпустили 50 кавказских краснокнежных птиц. Благоприятными местами для адаптации фазанов определены ферма Гупе, Буртунай, Хобар и еще несколько местностей. В течение пяти лет охота на фазанов будет под строжайшим запретом. Глава района Гаджимурад Мусаев пообещал еще и от себя лично закупить 50 птиц для развития фауны местности. В этом году дагестанские кардиохирурги провели несколько видов уникальных сложных операций на сердце и сосудах. Теперь жители могут получить помощь, не выезжая за пределы республики. Подробнее расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Одна в сердце, другая в аорте. Пациент жил практически с двумя бомбами замедленного действия. Говорят врачи, провести сложную двухэтапную операцию мужчине отказали в центрах Астрахани и Ростова. В минуту отчаяния на помощь пришли дагестанские кардиохирурги. Я хотел оставшуюся в жизни жить самостоятельно без посторонной помощи. Пациент обратился к нам с жалобами на боли в пояснице. Первым этапом пациенту мы выполнили сложное стентирование ствола левой коронарной артерии. И после того, как мы добились хорошего результата, через месяц, согласно всем российским рекомендациям общества сосудистых хирургов, мы выполнили ему эндопротезирование инфраургинального отдела аорты. Так дагестанские врачи впервые в СКФО провели несколько видов сложных хирургических вмешательств на сердце и сосудах. В республиканском центре кардиологии говорят, они будут и дальше развиваться, внедрять новые методы, проводить еще больше уникальных операций. Мы выполнили новых 9 видов высокотехнологичных операций, из которых все они были впервые выполнены в республике Дагестан. И три из этих операций, которые выполнены в 2021 году, они были выполнены впервые в Северокавказском федеральном округе. За 7 лет в центре выполнено свыше 5000 высокотехнологичных операций. Скоро планируется провести еще 16 видов сложных вмешательств. Риски при их выполнении, говорят врачи, минимальные, ведь они проводятся по новой методике. Патимат Ханапова, Паризат Курбанова, Новости ННТ, Махачкала. Дагестанцы, которые проживают в Белгороде, посетили муфтия Дагестана. Соотечественники рассказали о положении земляков вдали от малой родины. Они поблагодарили шейха за весомый вклад в дело облагораживания нравов дагестанцев. Очень рады, на самом деле, что вы есть, потому что видим, на какой уровень вы подняли исламскую религию в Дагестане. Как спокойно стало благодаря вам. Это мы видим издалека, на самом деле, не просто лезть, а на самом деле так и есть. И благодаря вашим стараниям, видя такое, и мы тоже чуть-чуть двигаемся вперед. Духовный лидер выразил радость по случаю встреч с земляками. Они обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества. Шейх сделал гостям ряд ценных наставлений. Мы хотим, чтобы везде, где бы не были дагестанцы, чтобы они были востребованы, чтобы они показали мужество для возрастающего поколения, чтобы наши дагестанцы, где бы они не были, чтобы они были примером. Финал конкурса по книге «Благонравие праведников» на арабском языке прошел в Махачкале. Всего участие в мероприятии приняло более 800 человек со всей республики. В финальный этап вышли всего 150 конкурсантов. Задания финалисты получили как тестовые, так и письменные. 40 различных заданий, из которых первая часть тестовая, вторая часть письменная, ответит подробно на вопрос, третья часть – наполнение пропущенных слов и цитат по книге. Конкурс проходит со временем всех требований Роспотребнадзора, соблюдаются дистанции, также учащики надевают маски, обрабатывают руки. Участие в конкурсе приняли как религиозные деятели, так и студенты и преподаватели исламских учебных заведений. Организаторы при оценке работ обращают внимание не только на уровень знания книги, но и на правильное написание арабских слов. Итоги будут подведены позже. Победители-призеры получат ценные призы и подарки. Махачкаринская «Динамо» снова появится на футбольной карте России. Решение о возрождении известного футбольного клуба было принято на уровне руководства Дагестана. Накануне в музее «Спортивная слава Республики» прошла презентация клуба, который будет сформирован на базе команды «Махачкала». Сейчас коллектив выступает в третьем по силе дивизионе России. В ходе пресс-конференции говорили о задачах на ближайшие несколько лет. В частности, это поднятие уровня не только профессионального, но и массового футбола. Также, по словам спикеров, начаты переговоры с Центральным советом «Динамо» о реконструкции в дагестанской столице республиканского стадиона «Динамо». Итог той работы, которую мы проводим по инициативе Сергея Леонидовича Мельникова – внимание на то, что Дагестан как футбольный регион, который имел славные традиции и в советское время в виде «Динамо» «Махачкалы», где, кстати говоря, довелось играть и его отцу в составе этого клуба. Когда наш стадион «Динамо», которому тоже за 90 лет, он был построен на следующий год после создания клуба «Динамо» «Махачкала», насколько проявляли интерес дагестанцы, насколько были заполнены трибуны, ходили на персональных игроков наших знаменитых легенд. В рамках встречи состоялось чествование ветеранов дагестанского футбола, известных по выступлениям за «Махачкалинское Динамо», а также представлений игроков действующей команды. В «Махачкале» дан старт открытой межрегиональной лиги баскетбола в формате 3х3. Игры первого тура прошли в спорткомплексе при ДГПУ. В борьбу вступили 18 команд из разных городов и районов республики. Отметим, что баскетбол 3х3 – олимпийская дисциплина, которая будет впервые представлена на играх в Токио. Лучшего результата в первый же день добилась команда столичной спортшколы номер 2. Финальный тур лиги состоится в августе и будет приурочен ко дню физкультурника. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова